К 2050 году в Южной Корее останутся только электрические и водородные автомобили. А уже через несколько лет крупные автопроизводители откажутся от разработки машин с бензиновым и дизельным двигателями. Эти амбициозные планы озвучены на выставке водородной промышленности в южнокорейском городе Коян. Что пока мешает достичь этих целей, узнал наш собственный корреспондент Владислав Цой. Несмотря на пандемию, выставка собрала несколько сотен компаний и организаций из 12 стран мира. Ведь COVID-19 ускорил развитие водородного транспорта в Южной Корее. Причина в том, что республика сильно зависит от импортной нефти, а альтернативное топливо для такого транспорта можно производить внутри страны. Трамвай, автобус, корабль и спорткар, разгоняющийся до 100 км в час за 4 секунды. Сегодня любой вид транспорта в Южной Корее может работать на водороде. Даже строительная техника – это первые в мире подобные модели. Погрузчик может работать на одной зарядке 5 часов, пока будет использован только в столичном регионе. Там достаточно заправочных станций. При необходимости водородное топливо доставит мобильный заправщик. Водородом заправляют даже велосипеды. При полном баке он может проехать 150 км. Стоит такой двухколесный транспорт, как поддержанный автомобиль. Хотя за год, благодаря внедрению новых технологий, этот велосипед подешевел вдвое. И сейчас его цена около 6 тысяч долларов. Сейчас мы делаем водородные двигатели еще более экологичными. У них недостаточно мощности. Поэтому, как и в электромобилях, сейчас дополнительно устанавливают литиевые батареи. К сожалению, при их производстве много выбросов в атмосферу. И мы за отказ от таких аккумуляторов. Однако в стране не хватает водородных заправочных станций. Их всего около ста. В следующем году будет в три раза больше. Но и этого может не хватить. Ведь в год число водородных и электрических авто растет примерно на 1%. И в конце прошлого года их насчитывалось 820 тысяч. Я сделал ставку на производство водородных АЗС, так как, думаю, у них большое будущее не только в Корее, но и во всем мире. Крупный производитель автомобилей в Корее несколько лет назад заявил, что больше не будет массово выпускать бензиновые и дизельные автомобили после 2025-го. Осталось 4 года. В планах правительства Кореи полностью сократить выбросы парниковых газов к 2050 году. Это означает, что в стране не останется угольных электростанций и машин с бензиновым и дизельным двигателями. Их уже постепенно вытесняют электрические и водородные авто. И это глобальная тенденция. По данным Международного агентства МакКинси, через 29 лет 18% от общего мирового спроса на энергию можно будет удовлетворить за счет производства водорода. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея.